здравствуйте любители летных видов спорта и заброшенных домов вот этому домику здесь уже 10 лет как вот в нем больше в нем никто не живет мы лет 10 на что этого нашли и с тех пор практически ничего не поменялось если вам интересно давайте посмотрим что там внутри я конечно это уже увидел немножко там и машина старость стоит еще чего-то но вот так одним глазком принц понятно что это частная собственность чья-то совершенно точно и лазить по частной собственности не очень хорошо но с другой стороны это она уже стоит здесь раньше было огромный такой лес вот это было все вот вот так же заросли только сильнее и дом еще снаружи был окантован вот этими деревьями мощными но сейчас немножко все прочистили расчистили вы надеялись что вдруг будет какая-то реставрация но главное в крапиву не наступить реставрации пока не пахнет чуть-чуть стало посветлее чуть чуть меньше видимо сырости какой-то стало хотя сильно этому дому это не помогает я знаю что куча народу увлекается ковырянием заброшенных домах ну может быть вот вам локация каким-то образом поможет находится это место от нашего аэродрома на восток где-то километров 12-15 перевал такой классический по которому возвращаемся домой там находится гора малук вот здесь находится ажур хребет вот тут кажется перевальчик на перевальчик расположен дом что это за здание кстати обратите внимание вот это вот стена дранка и заделаны она сделана для того же вилса плющ здесь какой чудовищный плющ вот такой даже вон видите что-то отпилена в целом это вот такой вот чудовищная штука я никогда не думал что плющ может быть таким гигантским дом этот наверно с привидениями угу построен из камня но вот здесь уже пошла трещина то есть это конечно очень нехорошо когда в доме возникает вот такая трещина телефон сам туда подняться не могу вот взглядом за меня смотрите туда двух как страшно самое в таких домах мне кажется когда такой дом падает на тебя и такое вполне может быть потому что крыша там совершенно жутком состоянии было еще десять лет назад а сейчас того же чая вот это парадная наверное было такой въезд на каретах кстати что это за домик это французский охотничий домик для того чтобы высоко поставленные гости из парижу могли приезжать в прованс и охотиться в нем ну по крайне мере так гласит легенда что же здесь на самом деле было непонятно но вид конечно был наверно потрясающе раньше вот тут какие-то остатки каменного забора вот эта восточная сторона то есть отсюда восходит солнце здесь мощная дубовая роща очень красивые платаны и конечно совершенно удивительно как такой домик мог превратиться такую помойку я попробую сейчас риском для жизни одним глазком заглянуть вам внутрь вы уж там напишите мне в комментариях какой отважный молодец или какой я сказочный этот самый ну вот как до классическое состояние велосипед старинный французский пожалуйста вот прям бери дореставлируй так ну главное теперь не закончить жизнь в таком странном месте да видите все обрушивается сверху вот висят куски лестницы здесь уже рухнули балки ну то есть все здесь сделать конечно по большому счету нечего только для жутких маньяков которые любят очень страшно потому что конечно а это кстати не страшно смотрите здесь один единственный зал вычищенный реально выметенный и все прям это фрески колонны это уже современное граффити но ведь видно что здесь собираются какие-то любители вот этого всего и наверное тусуются даже плита какая-то стоит вот это вполне себе сохранившийся зал какая-то колонна представить это балка сейчас сверху на меня бам и все и закончил игорь владимирович свое глупое существование так а вот у нас у макс ты что здесь делаешь боитесь что крыша рухнет тузя что ты что ты скажешь про это здание сверху это что такое на окне ой то есть это типа арки какой-то а потом даже немножко в окно это кухня оттуда я вам видео начинал где кухня да вот это второй этаж валяются балки взгляд на крышу ох рухнет этот домик скоро но уже сколько 10 лет он такой виде и пока еще медленно ну да жалко ну и по ним вы понимаете то что реставрировать такую штуку уже физически невозможно а снести построить что-то новое точно не дадут но это денег стоит адских о ситроенчик в которую за хлебушком ездили вот вполне себе относительно живой что это такое ну какой то есть тут пусть он железа как из как раньше машины делали вот здесь миллиметра два как минимум а то и три вот это еще все живое сколько лет эта штука гниет а как новая мотор фильтр простой карбюратор на моторе вот это написано еще вот это огонь аппарат здесь на убийца ну понятно что все сгнило все смогло здесь явно была какая-то то ли лебёдька то ли что-то эти культа а это видимо поднимался какой-то грузовичок кузов поднимался него здесь такая фирменная достаточно черепица на она была а вот такой вот у нас интересный ролик называется залезь неизвестно куда так это что у нас тут сюда точно надо ходить не стоит как пить дать здесь как раз вот это подвальное помещение где держали всякие бочки со вкусным вином вот и вкусное вино друзья как не рухнет меня это все должно две бутылки но увы пустые явно старые что-то здесь как этого стругацких в этом помещении много и вкусно пили и ели ну скажем так наверно готовили много вкусной еды да ну вот такой вот развал закончим мы в этом месте отойдем от дома чтоб не зацепило а само здание видите вот основа вот эти камни тесаные чем например в нашем доме есть пару камней это вот эти такие колонны и вот так камень тесали еще в римской империи тесали хорошо то есть у нас как это говорят возьми три французских города собери один римский то есть половина боковых стен ну вот такие вот этих краев из римских камней но здесь наверно уже строили сами тесали но вот да так возводилась возводился краешек потом закладывая все как вы видите там камушками бутовыми кусочки виден да вот дальше была штукатурка кстати бутовый камушек дальше вот эта дранка штукатурка и дранка для плюща может быть для красоты может для плюща даже непонятно зачем это была такая дранка может быть на дранке лежал еще один слой какой-то штукатурки который уже ввалился края крыши еще вполне себе живые а так что друзья вот вам ориентир приезжайте так сказать покупайте это шато и будет вам счастье представьте в таком красивом месте среди гор но она явно чьё-то ну по-другому быть не может просто вопрос то часто когда умирает владелец много наследников наследники долго не могут договориться что же делать с этим домиком вот домик приходит вот в такое печальное состояние написать если раньше из него если к нему приложить руки хотя бы поддерживать отопление чинить крышу то наверное за из этого можно было сделать что-то приличное а скорее всего владелец которому она досталась не знал что с этим делать и вот в итоге можно сказать прямом смысле слова сгноил такой весьма приличный домик друзья не будем о грустном я например купил 200 летний домик и медленно уверенно привожу его в порядок и же так сказать обратная сторона медали мы недавно сделали огромный такой панорамное окно сдвижной балкон и наш сельский домик маленький уютный хорошенький не это такой дворец стремится к званию идеального автонома и самого красивого дома в лоботе мансилион да куку максим что ты скажешь про эту машину ну да мы немножко осмотрели машину и обнаружили вот тут карбюратор все прям отлично выглядит я не удивлюсь если этот мотор можно взять вытащить разобрать почистить и он заведется алюминиевые детали там вообще целые все повторю что поражает толщина металла то есть увидите это все абсолютно живое не проржавела за долгие годы конечно вот ну видно бампер чуть-чуть пострадал ну вот радиатор там тоже выгрызла жизнь вон вентилятор крутится помпа должна работать фильтр фильтр воздушный тоже живой до максим очка что это что матрас пружинный сиденье было такое ну конечно пол прогнил в машинке но коробка передач то вон как живая переключается о смотрите включаются передачи ты падишь ты вот это да наверное педали работать с рулем как ты думаешь макс работает это пристройка с гаражом было несколько позже сделано вот видите остатки крыша тюнь и тюнь то есть был дом построен потом бац решили приделать нему гараж кстати видно насколько вот эти драны драные штучки в лучшей сохранности нежели снаружи то есть видимо крыша гаража обрушилась не так давно вот от нее черепица ну как давно но в обозревом пространстве не так давно и после этого замечательной машины которая стояла сохранились колеса до макс тут все рассказывает больше мне нравится конечно вот этот редуктор подъема видимо это все ну кузов опрокидывался вот то ли надо было крутить вот за эту штуку я опять же не удивлюсь если редуктор живой умели делать машины раньше все прям крепко еще то есть рама сама по себе который вот задняя часть не там где впереди видимо там капать начал раньше здесь вон швеллер живее всех живых бери накачивай колеса ай 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 зацепила меня бери накачивай колеса доезжай добрый путь о бак есть может об баке еще бензин есть и руль крутится вы посмотрите сколько лет агрегату пожалуйста руль крутится а можно открутить и посмотреть предохранители ну предохранители понятно все сгнили но сам факт что это поставим на место все-таки чужая собственность удивительно конечно как хорошо делали машины раньше прямая я поражен вот смотрите еще раз покажу вот я кручу руль вот они ходят тяги ну вот внизу уходит макс макс смотри бакс вот редуктор рулевой вот рычаг и вот я сейчас кручу руль редуктор двигает рычаг все работает представляешь сколько лет не испортилось что ну поршни и свечи есть значит и поршни есть тут все там поршни стоят до радиатор крышка живая увидите на каких подкосах это все держалось макс осторожно не упади проверяй как педали работает а отлично педаль работает газа ну-ка осцепление припая этот вот вот это да сцепление это вот это ведь ну да да давай посмотри отсюда ты по нажимаю я посмотрю что нас тут срабатывает здесь что а это у нас сцепление до сушки работает цилиндр сцепление макс еще выжиме сцепление разочек выжимай максим подряд выжимает ну все видите двигаются ты хочешь посмотреть макс не вытирай руки газ работает тормоз тормоз работает сцепление тоже работает там все все коробку передач мы уже проверили можно ехать да макс тебе нравятся такие машины старые а помнишь я тебе рассказывал историю как мальчик не слушал папу взял у него машину и упал в овраг и ты помнишь это машина лежит на рамбре а какой ты вывод и сделал из этой истории ну что друзья вы понимаете что главный вывод из этой истории что нужно слушаться папу и не ходить по всяким заброшенным местам без папы с папой можно да макс макс стоит такое да друзья так выглядит обычный столб в данном случае для проводов которые от времени вот у него получается выкрашился бетон вот он вообще враг всех таких зданий вода вот разрушился бетона дальше конечно несмотря на мощные вот эти вот несущие стержни все это прекрасно сложилось и упала это было ой ой как давно потому что вот кончик столба вы можете наблюдать здесь можно по времени лежание этого столба оценить дикую конечно древность этого процесса этот столб стоял в более сухом месте видите сохранился чуть лучше но чувствуется столб достаточно древний вот вам еще раз пример как разрушается бетон то есть перепады так сказать влажности цикла замерзания ну это видимо информация о том что осторожно можно умереть высокое напряжение и так далее относительно исторический столб а вид который открывался с этого фактически дома сделано в париже здесь находится платановая аллея как раз которая ведет к этому нашему заброшенному зданию для охотников выглядит она сейчас конечно подзаросшие но представляете по ней так карет туда сначала кареты потом конечно электричество провели то есть я думаю думаю больше лет чем электрификация этой местности платаны стоят до сих пор хорошие такие жирные платанчики ну это дорожка выходит к асфальтовому шоссе ну можно ехать к нашему дому мы где-то живем вот там это перевал как я еще раз говорил и вот с этого перевала открывается вид на долину реки рона урона дюранс там течет редко дюранс а это наша горочка ну хребет с вершинкой ажур ажур кстати вон там по которому мы чаще всего вечером возвращаемся домой карету мне карету вот он наш автобус т4 верный друзья посмотрите еще одно заброшенное строение по этой штуке мы лазили уже женой там офигенно внутри там старые ржавые кареты действительно валяются какие-то молотильные сельхоз машину то есть это ферма видимо которая обеспечивала вот этот наш так сказать замок но сейчас фермы в еще более плачевном состоянии чем замок потому что если на больше всего по обрушилась там но там есть гараж с такими красивыми мощными швеллерами которые до сих пор в мурованной то есть там вот в той части можно бегать так что если вы напишите в комментариях что она она вам надо и стоит там полазить я могу вам снять еще один веселый ролик про какие не заброшенные строения до новых встреч глубоко уважаемые любители видов спорта до новых позитивных роликов